День Города Тише едешь, дальше будешь. И девушка, недавно получившая права, спровоцировала серьезную аварию. Казалось бы, совершенно невозможное событие происходит иногда в нашем городе. Так в апреле сотрудник ЖЭО залез на чердак проверить состояние перекрытия и рухнул вместе с ним в квартиру ниже. Хозяйки не было дома, мужчина чудом не пострадал. Как выяснилось, шлакоблочный дом, едва не ставший местом трагедии, был построен еще в 50-х годах и ни разу капитальному ремонту не подвергался. Решила разобраться в проблеме ветхого и потенциально опасного жилья Валерий Седов. Строительство шлакоблочных домов на улице Соколовской началось еще в 55-м году. Через три года они уже были сданы, и в них начали селиться первые жильцы. И хоть дома из шлакоблоков строились как временные, они существуют уже почти 60 лет. Сейчас жильцы насчитывают минимум 30 больших трещин. Некоторые из них и вовсе сквозные. Через них свистит ветер, а в дожди внутрь заливается вода. Маленьких же трещин не счесть. Они раскиданы паутиной под каждым окном. У нас идут трещины по всему дому, которые ЖКО Соколовка говорит не в состоянии своими силами заделать. Но мы не знаем, правы они или нет. С фасада дома отводился большой кусок штукатурки, и большая часть его упала в огород. К счастью, никто не пострадал. Отсутствующая часть фасада была заштукатурена, и больше к ней не притрагивались. 58-й год, год постройки. И я за то время, что здесь живу, не помню, чтобы делался здесь какой-нибудь хотя бы текущий ремонт. Только сами жители как-то поддерживают свой дом, более-менее. Чердак постоянно заливает. Из-за этого началось загнивание балок. Это привело к тому, что в 2014 году продавило потолок, и появилась большая дырка. После этого по квартирам стали летать птицы. В том же году дыру в потолке починили, но остальную часть даже не тронули. Хотя управляющая компания обещала все исправить. Трещины и провалы в потолке продолжают появляться и по сей день. В начале этого года жильцы снова обратились в инспекцию. И вот 18 апреля комиссия, наша ЖК «Соколовка» с плотниками, вошли на чердак, чтобы осмотреть балку. И рухнул плотник вместе с балкой, досками, вместе с засыпкой. С засыпкой утеплительный, там, наверное, шлаг был. В общем, 8 квадратных метров из 16 рухнуло в мою комнату. Шлакоблоки – морально устаревший материал. Его невозможно отнести к экологически чистому. Даже наоборот. Весьма велика вероятность, что шлакоблочные стены будут выделять вредные вещества, которые влияют на дыхательную систему и увеличивают вероятность появления аллергических заболеваний. Жильцы уже не раз писали письма во все инстанции. Мы просим вот помощи. Пишем письма во все инстанции. И коллективные письма, и индивидуальные. Вот просим помочь нашему дому. И куда только не писала, я вот лично сама писала, и данные телефона оставляла. И на мэрию выходила. Осталось только к любимому еще записаться на прием. Обязательно подпишусь и пойду туда с бумагой. Капитальный ремонт в доме запланирован на 2018 год. Правда, коснется он только крыши. И жильцам обещали подключить холодную воду, которую каждый уже провел себе сам. О переселении тоже речи как-то не ведется, да и не надеемся. Поэтому хотим, чтобы был наш дом, чтобы мы могли там жить. То есть пока, например, я не могу в своей квартире жить. Там негде. Запланированный недолговечным, дом уже стоит больше полувека. И неизвестно, как долго еще ему стоять. В воскресенье в Рязани более тысячи человек вышли на дистанции в 21,10 километров, приняв участие в первом полумарафоне Рязанский Кремль. Забег проходил вокруг Кремлевского холма, по берегу Аки, лесопарковой зоне, вдоль озера Ореховое. Возраст участников колебался от года до 80 лет. На месте спортивных событий побывала Алена Куколева. Чтобы пробежать по центру города 21 километр, люди приехали из Франции и Белоруссии. В общей сложности новое для Рязани спортивное состязание собрало более тысячи человек. Любители бега приехали и из разных городов России. Я приехал из Москвы. Часто участвую в полумарафонах, вообще забегах в спортивных мероприятиях. Так занимаюсь треатлоном. Это уже мой 15-й полумарафон. Очень люблю бегать. Вообще люблю спорт. Вот здесь красивый город. Очень захотелось бы приехать, побегать. В полумарафоне приняли участие и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Все участники забега пробежали по главным улицам Рязани и в городском лесопарке. Здесь можно было встретить и знаменитых в беговой сфере рязанцев. Первый полумарафон в родном городе. Так как у меня за плечами уже много забегов. Ну и очень приятно, что это такое свое родное. И здесь совсем другие, конечно, эмоции. Не нужно никуда ехать. То есть ты встал с утра, проехал 100 метров и ты уже на старте. За 40 лет моей работы на производстве у меня не было ни одного моего больничного листа, кроме как бы ухода за детьми. Это не в счет. А моего не было. Только за справками ходим. К врачу идем, только дайте допуск. Это большое событие для Рязани. И почаще вот такие мероприятия проводились. Потому что встречаемся только здесь. Для любителей бега и болельщиков соревнований подготовили концертную программу с участием творческих коллективов, показательными выступлениями гимнасток и курсантов воздушно-десантного училища. Уровень подготовки участников был разный. От любителей до мастеров спорта международного уровня. Теперь можно смело делать вывод, что в Рязани есть большие перспективы для развития данного вида спорта. Всех спортсменов наградили памятными медалями. Как бы сотрудники ГИБДД не старались обезопасить наши дороги, всегда найдется тот, кто будет нарушать. Хочется надеяться, что дни без аварий в нашем городе все же существуют. Но даже если это и так, вчера счетчик таких дней вновь обнулился. Причем виновником страшной аварии вновь стал начинающий водитель. Девушку получила права всего два месяца назад. По статистике, проезд на красный сигнал светофора – самое распространенное нарушение правил дорожного движения. Неопытные водители могут не заметить светофор на перекрестке, а лихачи порой специально его игнорируют. Тем более штраф за такое нарушение не так уж и велик – всего 1000 рублей. Но 14 мая такое пренебрежение правилами дорожного движения привело к серьезным последствиям. 14 мая в 21 час 35 минут в Рязани напротив дома 63 по улице Ленина 19-летняя жительница областного центра, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомашиной Audi A3 под управлением 20-летнего рязанца. Эта страшная авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Соборной. Но одним столкновением автомобилей дело не закончилось. После столкновения автомобиль Mitsubishi не остановился, а продолжил движение и совершил наезд настоявшего вот на этом самом месте 27-летнего пешехода. На столбе до сих пор можно заметить следы краски. В результате ДТП пешеход, а также девушка-водитель Mitsubishi и две ее пассажирки с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Всем, кто находился в автомобиле, не исполнилось и 20 лет. Фальшиво монетничество – одна из древнейших преступных профессий. Как только появились деньги, так тут же появились люди, которые их стали поделывать. По словам специалистов, сейчас чаще всего поделывают тысячные и пятитысячные купюры. На днях полицейские вновь задержали в Рязанской области злоумышленников, подозреваемых в сбытии фальшивых банкнот. Сотрудники полиции задержали в Клепяковском районе автомобиль с двумя злоумышленниками, которые подозреваются в сбытии фальшивых купюр номиналом тысяч рублей. Оперативники отдела МВД России по Клепяковскому району Рязанской области получили информацию, что в автомобиле «Мерседес», двигающемся из Москвы в сторону Владимира, могут передвигаться злоумышленники, причастные к обороту поддельных денег. В рабочем поселке Тума Клепяковского района продавец продуктового магазина обратила внимание на купюру номиналом тысячи рублей, которая расплатилась незнакомым. Камн-женщине показалось, что банкнота поддельная. Бумага этой купюры на ощупь отличалась от других тысячерублевок в кассе. И она немедленно сообщила в полицию приметы подозрительной покупательницы. Полицейские объявили план прихват и вскоре остановили автомобиль, в котором передвигалась женщина, похожая на указанную в ориентировке на розыск. При досмотре автомобиля была обнаружена банкнота на Милан тысячи рублей с признаками подделки. 36-летнего водителя и 22-летнюю пассажирку, жители города Москва, задержали. В ходе обыска в жилищах задержанных были обнаружены три поддельных банковских билета достоинством тысячи рублей. Купюры изъяли. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Ежедневно работа сотрудников правоохранительных органов связана с риском. Причем, порой самые незначительные дела могут обернуться трагедией. Покушение на следователей, угрозы и прочее – это часть их работы. Однако наказание за такие правонарушения следует неминуемо. Московским межрайонным следственным отделам передано в суд дело по угрозе убийством следователю. Расследование уголовного дела в отношении гражданина по нетяжкой статье. В данном случае управление автомобилем в нетрезвом виде повторное. В данном случае время изменение уголовного кодекса предусматривает привлечение к уголовной ответственности за совершение повторного управления автомобилем с теми алкогольного опьянения. К гражданину, привлекающемуся в качестве обвиняемого, в последствии следователю были высказаны угрозы убийством. То есть из мести за привлечение к уголовной ответственности гражданин высказал следователю, узнав его телефон поди следствия, угрозу убийством. То есть, соответственно, данная угроза была зафиксирована и впоследствии в отношении его был возбужден уголовный дел. Прервемся ненадолго, а далее вы увидите. Любовь зла. Аризанцам грозят разводы. На набережную Кремля спилили замки влюбленных. Глобальное потепление или ледниковый период. 15 мая весь мир отмечает Международный день климата. Шоу «Подгул моторов». В Рязани прошли соревнования первого этапа чемпионата по ралли-кроссу. Рязанские школьники попросили убрать из столовых кашу и тушеную капусту и увеличить в рационе доли фруктов и соков. Дети также предложили ввести вместо комплексного обеда возможность заказывать отдельно второе и третье блюда. Более 8 тысяч учеников четвертых и седьмых классов рязанских школ выразили свое мнение во время анкетирования. Как оказалось, с удовольствием идет в школьную столовую 71% опрошенных. Удовлетворены порции завтрака 68%. Теплыми назвали блюда 57% школьников, а 18% детей отметили, что завтрак чаще горячий. При этом около 20% школьников предпочитают принести еду с собой, 18% купить ее в буфете. В целом, работой школьной столовой удовлетворен 71% учеников. Многие в Рязани знают о традиции влюбленных украшать навесными замками мосты или заборы на набережных в день свадьбы. Все это делается для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть свой союз и символически укрепить его навеки. Но не так давно стало известно, что в парке на соборные замки, которые висели на заборе, были спилены. Как теперь быть влюбленным, а не грозят ли рязанцам разводы, и что будет с традицией, расскажет Анна Герцовская. Традиция вешать замки на заборы возле рек или на ограждения мостов пришла в нашу страну из Италии. Вслед за тем, как роман итальянского писателя «Три метра над небом» набирал огромную популярность среди молодежи. По сюжету романа Федерико Мочи, герои во время венчания, которое проходило на мосту, обмотали столб фонаря цепью и закрепили ее замком, а ключ выбросили в воду. Это стало символом того, что теперь их невозможно разлучить. Бум замков распространился по всему миру. И у нас в Рязани, как и в Италии, заборы перестали выдерживать огромный вес украшений. Теперь в качестве альтернативы для рязанцев поставили кованые деревья, которые становятся пышными от обилия подвесных замков. Такой вариант решения проблемы изначально был найден в Италии. Так что можно считать, что это модная тенденция, а не ущемление прав влюбленных. Тем более смотрятся такие деревья, по мнению горожан и гостей города, лучше, чем увешанные замками заборы. Лучше на деревьях, потому что забор, ну, все равно снимают их каждый год. И это не очень. Тем более забор от этого страдает, ну, посваливается. Ну, раз деревья поставили, специальные замочки, возможно, лучше и на деревьях на этих пускай растут. Дерево гораздо интереснее. Интереснее. Ну, русская традиция теперь стала. Впервые увидела в Ельце. Возможно, проблема с заборами окончательно решится, если деревьев для замков станет больше. Ведь эти две композиции уже почти завершенные. В таком случае облик города не только будет сохранен, но и приукрашен. А туристы среди прочих мест, которые им понравились, смогут отметить сад кованых деревьев, подтверждающие семейные ценности рязанцев. Ведь гости города своим взглядом очень четко стараются отметить то, что для нас уже стало совершенно привычным. Да грибы ваши, слушай, необычное что-то, да. Которые едят глазами. Да, которые едят, а их ртани ледят. Слушайте, очень хороший Арбат, красивый, ухоженный, чистый. Улица Подбельска. Да, да, я не знаю, что это за улица, но ваш местный Арбат. И широкие улицы, и дорога ваша федеральная, очень даже неплоха. Самое главное, гостям понравилась хорошая погода, потому что все приехали с снегов, а здесь вот солнце случилось. Эти люди приехали из Воркуты, Ярославля, Брянска, Москвы. И им действительно приглянулись кованые деревья с замками. Пообщавшись с гостями, мы также символически решили укрепить свои взаимоотношения со зрителями. Для этих целей украсили один из замков. Наш замок отличается от тех, которые тут есть. На нем мы обозначили союз телекомпании «Город» и зрителей. И сейчас мы повесим его на то место, которое предназначено для замков. Тяжеловато. Теперь мы тоже есть на этом дереве со своей любовью. Так что вешайте замки в правильное место, посылайте желания в космос, связанные не только с поиском второй половинки, но и с просьбами о появлении новых кованых деревьев. А также не переживайте за свои отношения, если ваши замки недавно были срезаны. Так будет происходить каждый год для того, чтобы разгрузить заборы. Поэтому есть повод прийти в Рязанский Кремль и повесить новый замок любви. Только уже она дерево. В минувшее воскресенье рязанец, пытаясь найти ключи, выловил лозаки гранату. Мужчина уронил связку ключей в воду и решил попробовать выловить их с помощью магнита. В итоге улов оказался весьма неожиданным. На место сразу приехали саперы. Они уверили рыбаков, что граната могла взорваться, несмотря на ржавчину и отвалившуюся от пребывания в воде ручку. В дежурной смене взрывотехников ИТО ОМОН получило сообщение об обнаружении в реке Оке подозрительного прибета. Прибыв на место, установили, что была обнаружена граната РГД-33 времен Второй мировой войны. Обнаружена граната, была выведена на полигон и уничтожена. Сохранение климата – одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмосферном слое, естественные катаклизмы, изменение погодных условий на планете. Все это, конечно, не идет на пользу нашей Земле. А между тем, 15 мая весь мир отмечает Международный день климата. Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмосферном слое, естественные катаклизмы, изменение погодных условий на планете – все это ведет к ухудшению климата Земли и, как следствие, оказывает негативное влияние на имущественную безопасность людей, плачевно сказывается на состоянии природных ресурсов и сбалансированном развитии государств. Современные науки не могут ответить на вопрос, как быстро наступит катастрофическое изменение климата в случае дальнейшего повышения температуры на Земле. Однако, по мнению экологов и метеорологов, отсрочить эти изменения человечеству вполне под силу. Многие люди задаются вопросом, что же нас ждет – глобальное потепление или похолодание все-таки. А здесь можно смело предположить, что и то, и другое. А так как за всю историю Земли у нас практически всегда ледниковые эпохи сменялись межледниковием, и около 12 тысяч лет назад завершился последний ледниковый период. Мы с вами живем в эпоху межледниковья. Соответственно, температура стала повышаться в этот период, когда ледниковый период закончился, льды стали таять, многолетняя мерзлота тоже в ее площади стали сокращаться, сокращались площади морей, ну, ну, снег таял, и, к примеру, таким образом у нас британские острова отделились от Европы. Число основных проблем, которые ведут к необратимым климатическим изменениям на планете, относится повышение концентрации парниковых газов в атмосфере. Впервые это явление обсуждалось на мировом уровне в 1992 году на так называемом «саммите Земли» в Рио-де-Жанейро. Представители более 180 стран мира, включая Россию, подписали рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Это соглашение определило общие принципы действий государств, направленные на стабилизацию парниковых газов в атмосфере на том уровне, который не грозит климатической системе Земли глобальным антропогенным воздействием. В конце 1997 года на третьей конференции сторон, проходившей в Киото в Японии, в дополнение к конвенции был принят знаменитый уже Киотский протокол. Международный документ, обязывающий развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парников. Спустя 10 лет, в декабре 2007 года, на Бали состоялась еще одна конференция ООН, посвященная вопросам изменения климата. Ее участники подписали международное соглашение, призывающее мировых лидеров предпринять нужные меры с тем, чтобы торгово-промышленный сектор снизил эмиссию углекислого газа. Изменился климат и в Рязанской области. Средняя температура воздуха в Рязанской области за последние 30 лет выросла всего на полградуса, по сравнению с предыдущим таким же отрезком. Изменение климата приводит к сильному числу численности и быстрому распространению клещей в Центральной России. Так что же ожидает житель региона в ближайшие месяцы – потепление или похолодание? В Рязанской области в летние месяцы средняя месячная температура воздуха ожидается близкой к средним многолетним значениям. Количество осадков в летние месяцы ожидается около климатической нормы, но чуть менее, чем в 2016 году. Дефицит осадков у нас будет, скорее всего, в августе, поэтому август будет очень жарким месяцем. А вот в сентябре, наоборот, количество осадков будет уже выше месячной нормы. Ну, сентябрь, соответственно, дождливый и холодный. А так, ничего глобального пока нам с вами не грозит. Сохранение климата Земли зависит от каждого жителя планеты. Для этого можно, например, реже пользоваться автомобилем, использовать в своей квартире энергосберегающие источники освещения, участвовать в посадках деревьев и защищать зеленые насаждения. Казалось бы, мелочи, но эти мелочи, помноженные на население планеты, приобретают огромное значение. На трассе автоспортивного комплекса «Отрон» в эти выходные прошли соревнования первого этапа чемпионата и первенства России – Кубка Рафа по ралли-кроссу. В заездах традиционно участвовали суперкары, оснащенные двухлитровыми турбированными двигателями. Такие гонки были популярны еще в бывшем СССР, так как для участия в них достаточно модифицированного дорожного автомобиля. И при этом они достаточно зрелищные. Состязания прошли в четырех классах спортивных автомобилей. В этом году на трассу автоспортивного комплекса приехали рекордное количество участников. Здесь приняли участие 48 пилотов из Москвы, Самары, Казани, Омска, Смоленска, Саратова, Твери и других городов. В гонке приняли участие и два рязанца – чемпион области 2016 года по автокроссу Станислав Евсенин и кандидат в мастера спорта Алексей Козлов. Оба выступили в самом массовом дивизионе «Национальный», где на старт вышло 22 спортсмена. Это не любовь, это болезнь. И болезнь это уже на протяжении 10 лет. Участие в соревнованиях, наверное, это выплеск эмоций, работа над техникой. Конечно, отнимает много времени, но когда результат или победа, то очень большое удовольствие получаешь. Ралли-кросс – это зрелищный вид автомобильного спорта, в котором много контактов и обгонов, что очень нравится зрителям. В Европе этапы собирают до 70 тысяч болельщиков. И на этом наш выпуск завершен. Смотрите нас также на сайте город62.тв. И хорошего вам завершения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Субтитры создавал DimaTorzok